Глава шестнадцатая. Покорение Калии. Поняв, что воды Емуны отравил черный змей Калия, Господь Кришна сразился с ним и заставил его уйти из Емуны в другое место, чтобы воды реки снова стали чистыми. Когда Шукаде Вагасвами рассказывал об этом, Махараджи Парикшит захотел узнать больше о детских лилах Кришны. Он спросил Шукаде Вагасвами, как Кришна наказал Калию, который многие годы жил в водах Емуны. Желание Махараджи Парикшита слушать о трансцендентных играх Кришны все возрастало, и он расспрашивал о них с большим интересом. Шукаде Вагасвами поведал царю эту историю. На одном из плесов Емуны была глубокая заводь, в которой и жил черный змей Калия. Вода в этой заводи была настолько отравлена его ядом, что днем и ночью испускала ядовитые пары. Если над этим местом случалось пролетать птицы, она тут же погибала и падала в воду. Из-за ядовитых испарений деревья и трава на берегу Емуны высохли. Господь Кришна увидел, каких бед наделал Калия своим ядом. Вода реки выше Вриндавана стали смертоносными. Кришна, который пришел в этот мир, чтобы уничтожить все силы зла, тут же взобрался на верхушку большого дерева Кадамба, стоявшего на берегу Емуны. Кадамба — дерево с круглыми желтыми плодами, обычно растет только во Вриндаване и его окрестностях. Кришна затянул пояс и, похлопав себя под предплечьем, как борцы, готовые к сватке, прыгнул в самую середину ядовитой савади. Дерево Кадамба, с которого прыгнул Кришна, было единственным незасохшим деревом на берегу Емуны. Некоторые комментаторы Шримад Бхагаватам утверждают, что дерево ожило от прикосновения лотосных стоп Кришны. В других пуранах говорится, что Гаруда, который носит на себе Господа Вишну, знал о том, что Кришна совершит в будущем этот подвиг и заранее окропил дерево нектаром, чтобы сохранить его. Когда Господь Кришна прыгнул в воду, река вышла из берегов и на сотню шагов залила всю округу, как будто в воду упало что-то огромное и тяжелое. В этом проявлении силы Кришны нет ничего необычного, ибо Он — вместилище всей силы. Плавая в реке, как могучий слон, Кришна поднял такой шум, что его услышал черный змей Калия. Шум этот был нестерпим для змея. Он понял, что кто-то пытается напасть на его жилище. Поэтому он сразу появился перед Кришной. То, что он увидел, было достойно восхищения. Тело Кришны было прекрасным и нежным. Цветом оно напиминало грозовую тучу, а стопы его были похожи на лотосы. Он был украшен знаком шреватца и драгоценностями и облачен в желтые одежды. Его прекрасное лицо озаряла улыбка, и он плескался в водах Емуны, выказывая огромную силу. Но, несмотря на красоту Кришны, Калия разъярился и обвил его своими могучими кольцами. Увидев, как змей сжал в своих кольцах их любимого Кришну, мальчики-пастушки и другие обитатели Вриндавана оцепенели от страха. Они посвятили Кришне все — жизнь, богатство, любовь и труд. Поэтому, когда они увидели, что произошло, их охватил ужас, и они без чувств упали на землю. Коровы, быки и телята в великой скорби и тревоге смотрели на Кришну. От страха и горя они могли только плакать, неподвижно стоя на берегу и чувствуя себя не в силах помочь своему любимому Кришне. Когда все это происходило у берега Емуны, во Вриндаване появились зловещие знамения. Земля задреслась, с неба стали падать метеоры, и у людей задрожала левая сторона тела. Все это указывало на приближение большой беды. При виде неблагоприятных знамений Махараджу Нанду и других пастухов охватили страх и тревога. Тогда же они узнали, что Кришна отправился на пастбище без своего старшего брата Баларамы. Как только Нанда, Ешода и пастухи услышали об этом, они еще сильнее встревожились. Они очень любили Кришну, и, не зная, насколько он могуществен, погрузились в печаль и тревогу. У них не было никого дороже Кришны, которому они посвятили все, свою жизнь, богатство, любовь, труд и помыслы. От любви к Кришне они со страхом думали. Сегодня Кришна наверняка погибнет. Жители Вриндавана все как один вышли из деревни, чтобы спасти Кришну. Среди них были дети, старики, женщины и животные. Все они знали, что Кришна — их единственная опора. В это время всеведущий Баларама шел рядом и молча улыбался. Он знал, как могущественный его младший брат, и был уверен. Когда Кришна сражается с обычным змеем из материального мира, причин для тревоги нет. Поэтому Баларама не разделял печали собравшихся. Однако жители Вриндавана, охваченные тревогой, стали искать Кришну по его следам на земле. Следы эти вели к берегу Емуны. Узнавая следы его стоп по знакам флага, лука и раковины, они в конце концов пришли на берег Емуны и увидели, что все коровы и мальчики-пастушки плачут, глядя на Кришну, которого зажал в своих кольцах черный змей. Это зрелище повергло их в еще большее горе. Баларама только улыбался в виде их отчаяния, но жители Враджабуми погрузились в океан скорби, так как думали, что Кришну уже ничто не спасет. Хотя они знали о Кришне не очень много, их любовь к Нему была несравнима ни с чем. Когда жители Вриндавана увидели Кришну, зажатого в кольцах змея калии и плачущих пастушков и коров на берегу, они стали думать о своей дружбе с Кришной, о его улыбающемся лице, ласковых словах и о его обращении с ними. Думая обо всем этом и видя Кришну в кольцах змея калии, они почувствовали, будто все три мира опустили. Господь Чайтанья тоже говорил, что все три мира для него пустыня, ибо здесь нет Кришны. Это высшая ступень сознания Кришны. Почти все обитатели Вриндаваны испытывали Кришне экстатическую любовь в ее высшем проявлении. Матушка Ешода, придя на берег Емуны, хотела кинуться в реку, но ее остановили, и она лишилась чувств. Ее подруги испытывали такую же скорбь, из глаз у них хлынули слезы и лились, подобно потокам дождя. Но чтобы вернуть Ешоду к жизни, они стали громко восхвалять божественные игры Кришны. Ешода лежала неподвижно, словно мертвая. Все ее сознание было сосредоточено на лице Кришны. Нанда и другие пастухи, посвятившие Кришне все, даже саму жизнь, были готовы войти в реку. Но Господь Баларама вмешался и остановил их, поскольку знал, что Кришне не грозит никакая опасность. На протяжении двух часов Кришна в облике обычного ребенка оставался зажатым в кольцах калии, но когда он увидел, что обитатели Гакулы, для которых он был единственным прибежищем, его мать и отец, гопи, его друзья и коровы, находятся на волосок от смерти, он тут же высвободился из объятий калии. Кришна начал увеличиваться в размерах, а змей напряг все свои силы, стараясь его удержать, но не смог. Кольца его ослабли, и ему ничего не оставалось, как выпустить Кришну, Верховного Господа, из своих объятий. Это разъярило калию, и его громадные капюшоны начали грозно раздуваться. Из ноздрей его извергались ядовитые испарения, глаза сверкали огнем, а из пасти вырывалось пламя. Некоторое время змей оставался неподвижным и пристально смотрел на Кришну. Облизывая губы раздвоенными языками, он глядел на Кришну, и взгляд его источал яд. Кришна же немедленно бросился на него, как Гаруда набрасывается на змею. Отражая нападение калия, старался укусить его, но Кришна всякий раз уворачивался, не переставая кружить вокруг змея. Через какое-то время змей стал уставать, и силы его поубавились. Кришна тут же пригнул его головы и запрыгнул на них. Лотосные стопы Господа слегка покраснили от блеска драгоценных камней на головах калии. Тогда Кришна, который изначально владеет всеми видами искусств, а среди прочих искусствам танца, стал танцевать на головах змея, хотя они беспрестанно двигались. Увидев это, обитатели высших планет начали осыпать его цветами, бить в барабаны и играть на флейтах. Они возносили молитвы и пели песни. Так все небожители — гандхарвы, ситхи и полубоги — выражали свою радость. Когда Кришна начал танцевать на головах калии, змей попытался сбросить его с помощью других голов, в которых у него было более ста. Но Кришна не позволил ему это сделать. Он стал топтать калию своими лотосными стопами, и змей не мог этого вынести. Вскоре Калия так обессилел, что просто боролся за свою жизнь. Он изрыгал нечистоты и выдыхал пламя. Извергая весь этот яд, великий грешник Калия постепенно очищался от своих грехов. Яростно борясь за жизнь, он попытался поднять одну из голов, чтобы убить Господа, но Господь тут же ударил его ногой по этой голове, заставил ее склониться и стал танцевать на ней. Все это выглядело как обряд поклонения верховному Господу Вишну, и струи яда, которые выходили из каждой пасти змея, были похожи на цветы, предназначенные для подношения. Затем вместо яда Калия начал изрыгать кровь. Он был совершенно измучен. Казалось, будто все его тело было разбито ударами ног Господа. В конце концов он стал понимать, что Кришна — верховная личность Бога, и решил покориться Ему. Он осознал, что Кришна — это верховный Господь, властелин всего сущего. Жены змея, ногопатни, увидели, что от ударов Кришны, в лоне которого находится вся Вселенная, их супруг теряет силы и собирается предаться Господу. Сами они стали готовиться к обряду поклонения Господу, и так спешили, что их одежды, прически и украшения пришли в беспорядок. Они тоже отдали себя на милость верховного Господа и стали возносить Ему молитвы. Они предстали перед Ним, держа перед собой своих детей, и пали ниц, распростершись на берегу Емуны. Нагопатни знали, что Кришна, прибежище всех предавшихся Ему душ, и хотели спасти своего мужа от неминуемой гибели, о милостивив Господа, молитвами. Нагопатни стали молиться Господу. О Господь, Ты ко всем относишься одинаково и не делаешь различий между Своими сыновьями, друзьями и врагами. Наказание, которое Ты так милостиво назначил Калии, вполне заслуженно. О Господь, Ты явился для того, чтобы уничтожить все силы, нарушающие спокойствие в этом мире, и поскольку Ты абсолютная истина, Твоя милость и Твое наказание равноценны. Мы воспринимаем наказание Калии как благодеяние. Это наказание — знак большой милости к нам, ведь известно, что Твоя кара освобождает живое существо от бремени его грехов. Очевидно, что душа, получившая тело змея, была отягощена многочисленными грехами, иначе как могла она получить такое тело? Танцуя на его головах, Ты отчасти снял с него и те грехи, которые Калия совершил, находясь в теле змея. Поэтому, когда Ты, разгневавшись, наказал Калию, это было для него большим благом. Мы поражены тем, что Ты так благосклонен к этому змею, который, очевидно, совершил много религиозных подвигов в своих прошлых жизнях и сумел угодить всем. Он, должно быть, подвергал Себя разного рода аскезе, смиренно почитал других и заботился о благе всех живых существ. Так нагопать не подтвердили, что приблизиться к Кришне может только тот, кто в своих предыдущих жизнях совершал благие дела в преданном служении Господу. Как говорит Господь Чайтаня в Шикшаш-таки, человек должен с любовью и преданностью служить Господу, смиренно повторяя мантру Харе Кришна, и при этом считать себя ниже соломы над дороги, не ожидать почести для себя, а, напротив, всячески выражать почтение другим. Нагопатни были поражены тем, что, хотя Калия совершил много ужасных грехов и в результате был заключен в тело змея, он в то же время настолько приблизился к Богу, что Кришна своими лотосными стопами касался его голов. Безусловно, это не могло быть результатом обычных благочестивых поступков. Два таких противоречивых обстоятельства поразили их. «О, Господь!» — продолжали Нагопатни. «Нас изумляет то, что Калии посчастливилось получить пыль с твоих лотосных стоп. Это счастье, о котором мечтают все великие святые. Даже богиня процветания совершала суровую аскезу только для того, чтобы ее коснулась благословенная пыль с твоих стоп. Чем же объяснить, что Калия так легко получила эту пыль на свои головы? Мы слышали от следующих людей, что те, кому выпало счастье быть благословенными пылью с твоих лотосных стоп, не стремятся занять даже самый высокий пост во Вселенной, пост Господа Брахмы, и не хотят владычествовать на райских планетах или на Земле. Они также не стремятся править ситхалокой или другими высшими планетами. Не нужны им и мистические способности, которые развиваются в результате занятий йогой. Чистые преданные не стремятся даже к освобождению, то есть слиянию с тобой. О, Господь! Хотя Калия родился в теле, наделенном нишами и самыми отвратительными качествами материальной природы, хотя он был очень злобен, этот царь-змей достиг того, чего достигают лишь очень немногие. Живые существа скитаются по Вселенной, получая разные тела, и только по твоей милости могут легко обрести величайшее из всех благ. В читании Чветамрити также сказано, что живые существа скитаются по Вселенной, меняя тела, но по милости Кришны и Духовного Учителя они могут получить семя преданного служения, и тогда для них откроется путь к освобождению из материального рабства. Нагопатни продолжали. О возлюбленный Господь! В глубоком почтении мы склоняемся перед Тобой, ибо Ты — Верховная Личность, которая в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого. Хотя Ты запрезелен материальному космосу, в Тебе покоится все сущее, Ты — олицетворение неутомимого вечного времени, все могущество времени заключено в Тебе, поэтому Ты — одновременно созерцатель и воплощение совокупного времени, прошлого, настоящего и будущего, месяцев, дней, часов и мгновений. Другими словами, о Господь, Ты ясно видишь все происходящее каждую минуту, каждый час, каждый день, каждый месяц и каждый год в прошлом, настоящем и будущем. Ты Сам, вся Вселенная, и вместе с тем Ты отличаешься от нее, Ты одновременно отличен от Вселенной и не отличен от нее, поэтому мы почтительно склоняемся перед Тобой. Ты Сам, вся Вселенная, и в то же время Ты — ее создатель, Ты управляешь ее, поддерживаешь в ней жизнь, и Ты — ее изначальный источник. Несмотря на то, что Ты присутствуешь во Вселенной в виде трех — гуна-аватар, брахмы, вишны и махешвары, Ты не принадлежишь к материальному миру, хотя Ты — причина появления разнообразных живых существ, их чувств, их жизни, ума и разума, постичь Тебя можно только с помощью Твоей внутренней энергии. Поэтому мы почтительно склоняемся перед Тобой к безграничным, незримым, всеведущим центрам всего мироздания. Всевозможные философы пытаются постичь Тебя. Ты — конечная цель всех философских поисков, и все философские учения описывают сущности только Тебя. Мы почтительно склоняемся перед Тобой, ибо Ты — источник всех богооткровенных писаний и всего знания. Ты — основа всех свидетельств. Ты — верховная личность, дарующая нам высшее знание. Ты — источник всех желаний и причины их исполнения. Ты — олицетворение вет и мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой. О, Господь! Ты — верховная личность Бога, Кришна, и верховный наслаждающийся. Ты пришел в этот мир как сын Васудевы, как олицетворение чистой благости. Ты не отличен от божеств, управляющих умом и интеллектом, а не рудхи и продюмны, и являешься повелителем всех вайшнавов. В форме четверухи Васудевы, Санкаршаны, а не рудхи и продюмны, Ты порождаешь ум и интеллект. Только благодаря Тебе живые существа забывают себя или познают свое истинное Я. Это подтверждается в пятнадцатой главе Бхагавагиты, где сказано, что Господь в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого, и благодаря Его присутствию живое существо либо забывает о своей изначальной природе, либо вспоминает о ней. Ты находишься в наших сердцах, как свидетель наших поступков, но в полной мере ощутить твое присутствие очень трудно, хотя в некоторой степени на это способен каждый. Ты — верховный властелин и материальной, и духовной энергии, поэтому ты — верховный повелитель, хотя ты и отличен от материального космоса. Ты — творец, и ты же — свидетель, и сама — суть творения. Поэтому мы в глубоком почтении склоняемся перед тобой. О Господь! Чтобы создать материальный космос, самому Тебе не нужно прилагать никаких усилий посредством своих разнообразных энергий. Гуны страсти, гуны благости и гуны невежества Ты создаешь, сохраняешь и разрушаешь материальный мир. Будучи всемогущим повелителем совокупного времени, Ты окидываешь взглядом в материальную природу и таким образом творишь Вселенную и даешь энергию материальным гунам, действующим по-разному в разных аспектах творения. Никто поэтому не может понять, как вершатся Твои деяния в этом мире. О Господь! Хотя три главных божества Вселенной — Господь Брахма, Господь Вишну и Господь Шива, Твои воплощения, которые творят, сохраняют и разрушают материальный мир, истинное благо живым существам несет Господь Вишну. Поэтому тем, кто действительно умиротворен и стремится достичь на и высшего покоя, советуют поклоняться Твоему миротворящему образу, Господу Вишну. «О Господь!» Мы обращаемся к Тебе с молитвой. Ты видишь, что этот несчастный змей на грани смерти. Ты знаешь, что для нас, женщин, муж является всем. Он — сама наша жизнь. Мы молим Тебя милостиво простить калию нашего супруга, ведь если этот змей умрет, нас постигнет печальная участь. Только ради нас умоляем прости этого великого грешника. «О Господь!» Все живые существа — Твои дети, и Ты — хранитель каждого из них. Этот змей тоже относится к их числу, и один раз его можно простить, хотя он, не ведая Твоем величии, оскорбил Тебя. Мы молим Тебя на этот раз простить его. О Господь! Мы хотим с любовью служить Тебе, ибо все мы — Твои вечные слуги. Мы готовы исполнить любое Твое распоряжение. Каждый может освободиться от страха и отчаяния, если согласится исполнять Твою волю. После того, как нагопатни вознесли молитву Господу Кришне, он прекратил наказывать Калию. От ударов Кришны Калия потерял сознание, но, помилованный Господом, он пришел в себя. К нему вернулись жизненные силы, и органы его тела снова начали действовать. Сложив ладони, он стал смиренно молиться Верховному Господу Кришне. О Возлюбленный Господь! Я родился в такой форме жизни, что завистлив и злобен по природе, ибо нахожусь в кромешной тьме невежества. О Господь! Ты знаешь, как трудно освободиться от природных наклонностей, хотя, подчиняясь им, живое существо переселяется из одного материального тела в другое. В Бхагавадгите также сказано, что вырваться из тисков материальной природы очень трудно, но тот, кто предался Верховной Личности Бога, может выйти из-под влияния материальных гун. Калия продолжал. О Господь! Ты — изначальный творец гун материальной природы, создающих Вселенную. Ты — причина возникновения различных складов ума, в соответствии с которыми души получают разные телесные оболочки. О Господь! Я рожден змеем и потому очень злобен по природе. Как могу я поменять свою природу без Твоего милостивого вмешательства? Вырваться из тисков Твоей маей очень трудно. Все мы порабощены ею. О Господь! Молю! Прости мне грехи, которые я совершил, подчиняясь своей природе, я всецело предаюсь тебе. Теперь ты можешь наказать меня или помиловать, как пожелаешь. Услышав это, Верховный Господь в облике маленького ребенка повелел змею так. Ты должен сейчас же покинуть это место и отправиться к океану. Уходи отсюда немедленно. Можешь взять с собой свое потомство, жен и все свои богатства. Не оскверняй больше воду Емуны. Пусть ее спокойно пьют мои коровы и мои друзья-пастушки. После этого Господь объявил, что приказ, который Он отдал калий, должен быть оглашен повсюду, чтобы впредь никто не боялся этого змея. Каждый, кто услышит повествование о том, как был наказан калия, может больше не бояться вредоносных змей. Господь объявил, если человек искупается в заводе калии, где купались мои друзья и я сам, или будет в течение одного дня поститься неподалеку от нее на берегу Емуны, а затем поднесет жертву предкам воду этой заводе, ему будут прощены все грехи. Господь также сказал калий, ты поселился в этой заводе из страха перед Гарудой, который хотел съесть тебя, когда ты жил на прекрасных землях у океана. Теперь, увидев на твоих головах следы от моих лотосных стоп, Гаруда не тронет тебя. Господь был доволен калии и его женами. Услышав повеление Кришны змеи и его жены немедленно совершили обряд поклонения Господу и поднесли ему красивые одежды, гирлянды, драгоценности, украшения, сандаловую пасту, лотосы и другие цветы, а также вкусные сочные плоды. Так они умилостивили хозяина Гаруды, птицы, которой они очень боялись. Потом, исполняя волю Господа Кришны, все они покинули заводь на емуне. Так в книге Бхактивиданты «Кришна, верховная личность Бога» заканчивается глава шестнадцатая «Покорение калий». кришна, руководь, свечи, свечи, свечи,